Привет зрители! Сегодня с вами автомобиль марки Jack Марка рэперная, основная для отечества до нашего Я думаю, вы все знаете почему Именно автомобили Jack стали основой для возродившегося москвича Об этом факте, кстати, не любят говорить, что представители китайского бренда Именно основного, именно главного, именно оригинального Jack Именно китайский автомобиль является прообразом для москвича По сути, является тем самым москвичом, которому банально шильдики перевесили Видимо, было удобно поменять Ну а сам Jack из-за этого именно в нашей, скажем так, среде, на нашем рынке Вынужден срезать свою палитру модельного ряда и предлагать меньшие автомобили Потому что часть из них продается под маркой Москвич, по сути И при этом прямых связей нет, что называется Есть лишь один наш необъятный отечественный рынок И идеальные китайские автомобили, например, Jack Которые становятся уже в отечестве брендированы другим наименованием Тем не менее, отмечу, что то, что сейчас выпускается в москвиче По сути, там две модели Это москвич 3, да? Но не GS3, друзья, нет Там это GS4 И здесь интересно Взяли для того, чтобы возрождать отечественный завод Более старшую, более интересную, более мощную, более крупную машину А при этом надо было брать именно этот Jack GC3 Как основу, как базу Как начальный этап для того, чтобы предлагать доступные автомобили отечественному потребителю Потому что Jack привозит свой автомобиль, который открывает человек в прайсе И видит, что за цена, почему она такая не великая Великая, великая другое, друзья А цена велика, потому что прикручивает государство Разнообразные пошлины и прочие дела Открываете прайс в Китае Сразу платочек возьмите и плачьте Потому что китайский потребитель за этот автомобиль платит меньше, чем за ладу Гранту А? Но при этом автомобиль обладает лучшими потребителями Какими свойствами Интереснее он по опциям, по возможностям Да по всему, что называется Даже колеса здесь штатно 205 55 16 и на скорости V Кстати, те же самые колеса GT Со слоником В младшем варианте, конечно, это не потрясающая резина Абсолютно Хотя вроде бы там тоже, видите Advance тех Я не знаю, что здесь Advance Эту шину надо было назвать не Comfort А назвать Eco Comfort Это позволило бы реально оправдать ее возможности в движении Я вам точно заверяю Более того, в 2019 году я снимал без J S3 Просто была модель S3 Которая сменила вот эта вот обновленная машина Они крайне близки По сути Из одной вырос этот Уже более кроссовер вариант, скажем так С более мощным мотором в 1.6, 109 сил, соответственно Но тогда меня автомобиль впечатлил невероятно в механике Кстати, версия была Я прям ух! Ух! Я там давал жару Потому что невероятно боевая была машина Правда, кстати, и эмблема тогда была пятиконечная А нынче звезда А нынче вот достаточно обычный шильдик Что у нас тут? Да, на удивление хорошая шторочка И действительно достаточный объем багажника В чем плюс? В чем плюс кроссоверности? В том, что кроссовер позволяет вам увеличить высоту Оправдывая этой самой кроссоверностью И модой на эти кроссоверы А почему пришла модно? Потому что Почему бы не получить больше автомобилей в высоту И более удобное расположение Что сетаков, да? Что багажа, что всех агрегатов В общем, компоновки Компоновочных решений с большей высоты Можно больше оптимизации получить Которая будет всем удобна Вот такая вот здесь история Соответственные штучки Их удивительно Даже вибро, кстати, есть Я удивлен Смотрите, виброэлементы Но это не вибро Тоже заводская история Но положили, чтобы больше было комфортно Я прям удивлен Казалось бы, да Вроде младшая начальная модель Ну и она должна быть на грани На грани того, что вы сказали Что это? А здесь, надо сказать Да, это так Потому что вы платите меньше А значит, едете Потому что меньше это уже пешком А больше это уже полноценный автомобиль Соответственно, здесь заглушечка Это явный элемент под розетку И даже освещение там положили Правда, в остальном Какой-то скромный достаточно багажник Впрочем, длина автомобиля Меньше, чем 4 400 И как раз высота его Позволяет получить больше пространства Просмотрим, что здесь Итак, сам за собой сажусь Конечно Не ожидал, что размещусь Но сам за собой осел Небольшой контакт Мягкая часть Поэтому Это окей Из удивительного Подлокотника Ух! Ах! Класс! Здесь мы видим Единственный разъем USB USB, как я говорю 2,4 А Что называется Он качает Страничком Всем раздаст энергию Это хорошо Ну а внутри как? Да вот так Да и кстати Видите Вполне себе закрывается Но детский замок Не даст мне Выйти, да? Что же Что же делать Как мне быть? Как мне Покинуть автомобиль? Интересно, конечно Ну, видимо Придется делать это С этой стороны Потому что Да, либо Либо туда надо Открывать Как-то что-то Подготовился Я классно Ну, что называется Друзья Порой бывают Такие моменты Как раз повод Про тот самый Замок И поговорить Да его Отключить Езжу, конечно Спереди Сзади Первый раз сел Специально Чтобы вам показать Хлоп И Все в порядке Что ж Удивительно Но вполне себе Сзади Можно перемещаться Хотя Излишеств Нема Но подлокотник Чем вам не излишество? Напомню Цена Гранты Выше По сути Чем этого автомобиля Не забывайте Так что Китай Может предложить Полноценный Автомобиль При этом Намного интереснее По своим возможностям Да Потому что Это Более Современная Конструкция Только И всего Китай развивается Китай идет вперед Пока остальные Делают Обратные движения Эта держава Набирает Свои обороты В том числе В автомобильном мире Предлагая Свои образцы Да Здесь Гринджет По прежнему Гринджет Я это Вспоминаю Про тот С3 19-го года Вот помню Гринджет Тоже Правда Почему джет Не знаю Турбина Здесь Не предусмотрена Здесь Можно обнаружить Вот мы видим Впускной коллектор Очень удобно Кстати Стартер Расположен Спереди Меня не хочу Как говорится Тут скажешь Ну у тебя шуточки Тем не менее Важность Обслуживания И Удобства Это Незаменимая вещь Удивительно Но здесь Это Предусмотрели А Как Да все Агрегаты Здесь Спереди Ну восторг Ну а выпуск Естественно Сзади Класс Конечно Это действительно Удобно Исфотационно Но и вот эта крышечка Тоже Она не где-то болтается Просто фиксируется Зачет Друзья Кстати Механику По прежнему Можно выбрать У нас Правда Вариатор Я помню Тот Тот вариант Мотором Полторашечка Тогда был Ух Как он Взвон Вертелся Какой Драйв Давал Конечно Порой Было Боязно За все За это Но Семь тысяч А словно Как Хонда Вот Китатель Дает Какие там Японцы Вот Что для вас Друзья И современный Фармак Кстати Оптики Здесь Галогены Это Диодная Часть Честно Я очень Очень Жду Когда Наконец-то Мода На эту Разнесенную Оптику Пройдет Помните Был Джип Чироки Он первый Появился Что Это Еще Мультипл Можно вспомнить А теперь Все Вот так Вот делают Кто Должен Первым Выкинут На Отшиб История Потом Все Так О Это Было Здорово Да Признали Героя Хотел Хотел Разместиться За рулем Но Давайте Воспользуемся Ну Я не сомневался На самом деле Учитывая Историю С москвичем Да Здесь В общем-то Тоже 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 Самое Ничего Нам не Предлагают В плане Дополнительной Защиты Но Уверен Что Китайское ЛКП Способно Нынче Выдерживать Максимальные Нагрузки Потому Что Знают Они Как Все Дело Красить Прыгаю За руль Хопа И вот Он Да Неколепный Оригинал Где ключ Куда Куда Я вдел Срочно Срочно Найти Ключ Привык Я К Кнопочкам Да Но Здесь Выкидное Сжало Вставляем Все По Классике Запуск Запуск Защиту Руль Вошел Антиугонную И Вот Так Вот Оживает Оживает Мотор Кстати Интересно Что Пролет Есть Стрелок Это Прям Круто Да Смотрите Вау Вау Ничего Себе Класс Сразу С пробегом Да С остатком Пробегов Ну Локализация Как раз Вот Те Отличия Что Можно Найти При Переходе Сюда Да Локализация Желает Лучшего Откровенно Говоря И Эти Элементы Они Прослеживаются Мультимедиа Системы Здесь В общем Можно Был Конечно Больше Больше Скажем Так Уделить Внимание Вау Ничего себе Какой музончик Пошел Вот Музон Кстати Совершенно Обычный Климат Климат Живает Все Смотрите Все Есть Как Черт Грант А А Но Другие Скажем Так Ограничители Уже Не Чисто Коммерческие Мы делаем Лучшие Продаем Так Мы делаем Лучше Но Нас Давит Та территория Куда Мы Это Привозим Да Друзья Джек Лучше Грант 100% В ней Всях Сомнения Это Очевидно По Всем Параметрам Более Того По Некоторым Своим Возможностям Он Получше Веста Да Потому Что Она Только Сейчас Пытается Обзавестись Климатом Так И Не Может А Он Здесь Уже Есть Работает Четко И Понятно Учитывая Электроника Здесь Есть Все Работает Да Так Что Друзья Имейте Ввиду Как Умеет Класс Сворачивать Что Называется Свои Большие Лопухи В Которые Кстати Все Видно Я Очень Много Проездил 995 Километров Я Проехал Ездил Две Недели Естественно В Городском Причем Ритме Туда Сюда Много У меня Дел Семья Большая Как Говорится И Перемещаюсь Активно По Городу Приятно Удивил Расход Вот Это Кстати Удивительно При 1.6 Вариатор Мы Видим 9.2 В Десятку Реально Укладывается Это Большой Плюс Потому Что Дотворение Лады Вот Им Это Достижимо Только По Трасте Здесь Знаю Что Китайские Автомобили Зачастую Увеличивают Экономичность Свою Занижая Расход Тем не менее Отмечу Что Да Действительно Связка Работает Корректно И Радует Климат Конечно Требует Ручного Управления Зачастую Ничего В этом Действительно Нет И В целом Для Подобной Ценовой Категории Это Нормально Выставляю Как Нужно И Все Будет Работать Как Надо Здесь Видим Мультируль Разнообразные Возможности Тоже Присутствуют Выбирая Режим Правда Адаптивочки Конечно Не предусмотрены Хотя В теории Видите Руль Позволяет Эти адаптивные Кнопки Поставить Он Кстати Определен И Удобен Вообще Руль У Джака Хороший Что Надо Это Здорово С Выточками Под Соответственно Хват Это Хорошо Здесь Даже Смотрите Предохранитель Думал Здесь Что то Интересное Есть А тут Оказалось Предохранитель ОБД Разъем Ожидал Кстати Что здесь Может Чуть Выезжает Но Вот так Оголил Возможности Работы С автомобилем Ладно Далее Кстати Интересно Здесь Двойная Полочка Все темнее Темнее Становится Ничего Не могу С этим Сделать Видите Снимается Интересно Можно Увеличить Пространство Соответственно Хоп Класс Да Вот это Вот это Элементы Да Порой Думаешь Ничего себе Ничего себе Продумано И удивительная Вещь В наивешние Времена Это Классический Классический Приколь Вот это Смотрите А Ничего себе Ладно Выжигать глаза Не будем А продолжим Из удивительного История Локализации Лучше конечно Место не могли Найти для Глонас Системы В полочке Под телефон Разместить Этот Глонас Модуль Ну я не знаю Если честно Удивляет Что драйв Погнали Что уж тут Рассказывать Сидение Вроде бы Простовато Но вполне себе Удобно Для Простоты Для Класса Автомобиля Вполне себе Достаточно В общем спина у меня На них особо не ругалась Что удивительно Кстати А звук Вот звук кстати Да Прям смотрите Микрофон куда говори Все четко Но Оставляет желать Лучшего Даже вот я музыку Не включал Нецелесообразно Играет фоново И слава богу И слава богу В общем не тот случай Когда нам надо музыку Оценивать А нужно двигаться При этом кстати Карплей есть Что удивительно А? В мультимедии В мультимедии мы конечно Даем зачет И естественно Можем Можем поговорить Видите мало настроек Ну С другой стороны опять же Класс автомобиля начальный И настройки тоже Но при этом вот С интерфейсами удобно Поехали Вперед Видите у нас Блокировочка пошла Все круто Все здорово И едем дальше Если что да Как у москвича Если дверь водителя открываешь Салон со мной заблокирован Не знаю В настройках где-то должно быть Где-то Но Я как-то этого не нашел Особенно Особенности Разблокировки В общем надо сначала руками Еще все разблокировать Вот В общем Имейте ввиду Двигаемся далее Двигаемся вперед Я имею ввиду Что нельзя Снаружи открыть Внутри то можно То есть когда ты выходишь И надо тебе что-то С задней двери достать Она Заблокирована Вот про что И давайте все-таки Вернемся к движению Как у нас тут дела Здесь классика Классика вариатора Как тут Педаль в пол И очень кстати Очень вы сразу Увидели Не то что супер мощь А просто Так настроено Все это дело И Бесхитростное Завывание Сверху В 6000 Но максимум Тяги Да отсутствие турбины Как вы видите Сказывается на акустическом комфорте Вне всякого сомнения И это естественно Действительно Турбо Турбо Кроме тяги И увеличение КПД Увеличивает еще И уровень Акустического комфорта Что удивительно Но Если так не форсировать То вполне себе Получается Комфортное движение Вариатор Держит обороты Около 2000 Если сильно не давить педаль То даже ниже И Уверенное Ускорение Можно Получить Кстати Что конечно Хорошо Да Обороты не будут выше А это значит Будет комфортно Не будет этого Звука Ох Ох Он звучит Не форсируйте Форсируйте Только когда нужно И будет Звучать Нормально Тут даже ручей Состоящий А? Ну кафец Вот это да Настоящий автомобиль Это всегда Здорово Сейчас будем тут выезжать Пробовать выехать Будем сейчас выезжать Педаль в пол Опять мы видим Посуху кстати Но активная работа Системы Трекшн и стабилизация Только потом Увеличиваются обороты Имитации передач нет Это кстати Опять же Снижает акустический комфорт Но Увеличивает КПД связки Потому что Когда передачи меняются Это нужно Когда у тебя Тип трансмиссии соответствующий Но когда вариатор Он всегда дает тебе Оптимальное соотношение Всегда В этом его смысл В этом его кайф Ну вот видите Разгон Сображается звуком Дополнительной Виберонагруженностью Да 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 Здесь Может поэтому И не брали GC4 GC3 За основу Взяли GC4 Потому что С Турбодвижком Автомобиль просто Комфортнее Про расходу Кстати не сказать Я вообще ожидал Что Будет потреблять топливо Лада нас это мучит Но Китайцы говорят Мы делаем Более эффективные Возможности Вам поставляем Ну а то что у вас Цены выше Это вы Разбирайтесь С вашим правительством Да В рамках гражданских Инициатив Попробуйте это сделать Но Мы знаем Кого Что называется В этом винить Но сделать с этим Ничего Ровным счетом Не можем Лишь копить На китайские автомобили Ну и дарить Соответственно Хочешь ты или не хочешь Часть своего дохода Не в китайскую компанию А Сами знаете Куда В общем Джак 6C3 Вполне адекватный Автомобиль Хотя Конечно простой Ой Простите Друзья Много говорю Должен себе Какой-нибудь Подстаканчик Здесь сделать Кстати подстаканчики Да Вот они Внизу Но на счастье Есть Тут кстати Вот есть еще И с элементами Видите Подлокотник Кстати мобильный Он двигается И улучшает комфорт Это хорошо Учитывая Что старт-стопа нет Я вообще Ухожу в нейтраль Может поэтому Кстати расход Меньше чем мог быть Нейтраль Увеличивает Возможность По экономии топлива И улучшает Комфорт Стояние В пробках Поехали дальше Поехали далее Будем сейчас Обгонять Всю эту историю Вот это можно сделать Посмотрим Что там Видно Не видно Отлично Пошли Видите Мобильно Мобильно И Да Звуча Уверенно Достаточно Громко Но автомобиль Отправляются Вперед А ехать Быстро Не Не надо Не надо Здесь Это рисково Сделали Потому что Дистанцию Не держало Потому что После Лежака Если вы Тормозите АБС Скажет Что Я вас Тут Доторможу Раторможу Настройки Очень простые Максимально Работать Максимально Невзирая Ни на что Работа АБС Порой Излишняя Что же Касается ЕСП То же самое Вы видели Да То есть Вроде бы Чуть-чуть Руль повернул А уже Мол Надо тебя Осекать Как будто Здесь не 109 сил А 209 Да То есть У нас мощный Переднеприводник Но на самом деле 109 сил Это совершенно Нормальная Мощность Разумно Достаточная В данном Варианте Позволяющая Получить Оптимальное Соотношение По Движению Да Была бы турбина Было бы 150 Тканей И это было бы Еще интереснее Но с другой стороны Усложняется Конструкция Она удорожается Поэтому Лучше Действовать В рамках Того Что вам предлагают И иметь Альтернативы То есть Вариант Попроще Вариант Побольше Но Порой Это решается Модель Ну смотрите Мы Увеличиваем Обороты Увеличиваем Скорость Соответственно До 80 И Здесь кстати Интересно Обороты Не настолько Вышли Как у Москвича Того же Самого 3 Или GCA4 Соответственно Не могу Про Москвич Не говорить Потому что Удивительно Но Нам реально Предлагают Заместитель Великолепного Оригинала Не знаю Зачем Да Вот Сразу Делали бы Так Джак Основа Да Вот Поэтому На небольших Оборотах На Не самой большой Скоростью Автомобили Можно Вполне Ехать Не форсируйте И Будет Ну На удивление Достоин Даже Вот видите Доступные Автомобили Из Китая Не надо Говорить Что они Недоступные Тут Китай Китай В общем Тут ни при чем От того что У нас в Таня Происходит Сам по себе Автомобиль Вполне Да Выводим На тягу Конечно Появляются Артефакты Напряжения Думаешь Ну да Комфорт Теряется Но опять же Да Автомобиль Просто Не создан Для вот такого Форсирования Это не GT Не GT Никакое Спокойно езжай Двигайся В пределах Правил И Будет Комфорт Ну давайте Чуть Побыстрее Поедем Ну Соточка Две с половиной Учитывая Не самый объемный Мотор Отсутствие Турбины Я считаю Что подобное Соотношение По оборотам Разумным Подвеска Кстати Подвеска Работает Тоже Без Каких то Изяществ Совершенно Просто Но Отрабатывает Неровности На ура Здесь я сейчас Приторможу Потому что Пока они там Будут Проезжать Неровности Надо немножко Оставить здесь Простанство Для того Чтобы ходом Продемонстрировать Возможности Подвески Из плюсов В руль не прилетает Это хорошо То есть Подвеска Работает Прям по кроссоверному Давайте посмотрим Да Ну так То есть Вроде кроссовер Не кроссовер А Да Есть возможности По Переработке Неровности Чтобы они Не досаждали Пассажирам Соответственно Ну и Главному Кто управляет Этим Автомобилем Что ж Достойно Достойно Друзья Кстати видите На второй круг У нас пошел Одометр Говорит Молодец Штукарин Машине Проделал Постиг Постиг Суть Что называется Вывод Из всей этой истории Машина начальная Машина начальная В модельном ряду Автомобиль Должен быть Минимальный По цене При максимальном Качестве Это вот Залог Здесь не должно быть Каких-то элементов Что будут раздувать Цены Бессмысленных Опций И что-то там еще И здесь да Есть Датчик света Но нет Датчика дождя Я это Абсолютно Оправдываю И действительно Зачастую Даже с датчиками Дождя Приходится работать Приключателем Так как датчики Не по всему стеклу У всех стоят Только в одном месте Ну может там В нескольких Но этого всего не хватает Чтобы Покрыть все это стекло Поэтому друзья Имейте это ввиду В общем Jack JC3 Вполне себе адекватен Кстати даже Есть спорт режим Здесь у коробки И есть даже Зимний режим Вон вин Победа Победа Друзья Победа Вот такая вот Победа Удивительный Автомобиль из Китая Который при всей своей Бюджетности Низкой стоимости И вроде бы Да Не должен вас Совсем радовать Вообще радовать Как грант Такая Воняк сказал Автомобиль неизбежности А вот здесь уже Вполне себе Вот так Так что Jack JC3 Позволяет Двигаться Да ну Естественно Не забудьте Что Шины По-прежнему Не меняются И Это не самые Зацепистые Которые могут быть Абсолютно Не зря Предлагаю Эко Называть Эко Эко комфорт Вот это да Более оправдано Вот Чтобы не требовать Хороших Собственных свойств От шин Можно было Просто переименовать И все И скажут Ну эко же А эко это Не хай перформанс Кстати да Интересно Что Да У китайцев У страны Есть моргание У Гранд Нет Ну ладно В общем Нет смысла Сравнивать Это Уровень Много Много Выше Идем далее Вот так вот Происходит Набор скорости Зависает На определенных Оборотах И вперед Автомобиль Разгоняется В общем Бесхитростная Настройка Классика Вариаторности Ну кто не хочет Вариатор Может в механику Заказать Что называется В общем Вот такой вот Он GC4 С настоящим Ручничком Была бы зима Я бы сейчас Как дернул бы Ух Как повернул бы А Вот он и Истинный драйв Зависло Это БЛВ Ну вот Главная дорога Ладно А так Такой вот Автомобиль Будем сейчас Разгон Соответственно Замерять На этом С вами Прощаюсь Смотрите Следующее Видео Как себя Стараюсь Специально До вас Пока Друзья